Доброго здоровья! Это загадочная история, продолжение. Итак, убедившись, что полянка создана или поддерживается мышиным семейством, что это не человеческий хрук дело, мы успокаиваемся в том, что очень маловероятно, что нам помешают здесь люди или будут свидетелями. И тогда Юрий достаёт прибор, я его назову телефон, потому что он похож на него, и вызывает человека, оставшегося в машине, и разговаривает с ним. Предлагает ему переместиться к нам и забрать нас. Человек выспрашивает наши координаты, и Юрий посылает ему наше местонахождение. И мы ждём буквально считанные минуты, когда один из приборов Юрия начинает сигнализировать. Юрий его достаёт, и по нему человек говорит, что он над нами и медленно спускается. Тогда Юрий достаёт другой прибор, на котором экран побольше. Мы перед этим смотрим вверх, и никого там не видим. Но Юрий наводит этот прибор. И через него видно как раз наш мобиль, который медленно спускается на небольшую неровную поляночку, которая возле нас, такой участок, лужаечку, которая более-менее ровнее, чем даже то место, на котором мы стоим. Из всей этой смешанной растительности. Но всё-таки, медленно спускаясь, он останавливается, немного не долетая до самой земли, и даже до травы, на расстоянии нескольких сантиметров от основного слоя лёгкой травы. И выходит из режима невидимости. То есть, когда мы смотрели на него в прибор, он был виден поначалу. Это означает, что режим невидимости рассчитан только на то, чтобы человеческий глаз не мог его видеть. Но прибор выходит за спектр видимости человеческих глаз, поэтому он был виден в него. И мы приближаемся, открываем двери, залазим в машину и начинаем подниматься вверх. Пока не достигаем снова того шара, при этом шар в окнах мобилей не виден, но горит панель, на которой виден этот шар. То есть, шар тоже находится в режиме невидимости, огромный шар. И нам на экране показывают стрелками, куда вылетать. Показывают проход, и мы медленно вплываем в него и останавливаемся где-то там внутри шара. И вокруг нас также такая матовая, полусветящаяся что-то такое. Просто свет слабенький, неяркий. Проходит буквально то ли сколько-то секунд, то ли минут, но время непонятно, насколько проходит, потому что я пребываю в некотором полублаженном состоянии. Мне там приятно находиться. Вокруг такая аура и такая энергетика, где хочется просто медитировать, что я и делаю. Но я просыпаюсь от этой медитации, когда машина сдвигается с места, то есть немножечко делает движение, и я вот это движение как бы приоткрываю глаза и вижу, что мы перемещаемся к выходу. Нам стрелочками на экране показывают, куда вылетать. Мы вылетаем наружу, и что я вижу? Мы видим вокруг себя этот новый пейзаж. Мы находимся в другом, тоже природном месте, вокруг ландшафт, незнакомый, но новый. И это место, одно из мест планеты Земля. И за рулём сидит тот самый новый знакомый, который начинает спускать наш мобиль, но не до земли. Останавливается немного выше холма. Холм большой. И на его вершине лишь лёгкая трава. Через экран виден тот самый шар, который висит как раз над центром этого холма. и знакомый говорит, сейчас вы будете наблюдать процесс добычи артефакта. И в те же секунды, когда он это говорит, из шара как бы выстреливает или проявляется луч, который входит в центр этого холма, и что мы наблюдаем, как раз он проходит насквозь. Потому что видно, что проявляется дырка, которая им сделана, этим лучом. И она уходит вниз, и тогда водитель делает лёгкие манипуляции с экраном, и включается режим сквозного видения этого холма. И обнаруживается в глубине, на дне холма, внутри его. То есть режим сканирования внутренности этой земли, холма. в глубине его лежит скелет. И луч проходит и падает ровно на руку этого скелета, точнее, даже на кисть. И наш знакомый начинает увеличивать фокус, пока не становится ясно видно, что в фокусе луча находится тот самый браслет, который находится не на запястье, а на пальце, на одном из пальцев руки. Понимаете, что это значит? Что то, что для нас браслет, то является кольцом для этого скелета. Значит, этот скелет такого размера, для которого наш браслет был бы кольцом. Понимаете, размер пальца и размер самого существа. он гигант. И на долю секунды луч разгорается так, что так ярко, что не становится видно, что там происходит. Потом пропадает, луч гаснет, и на экранах темнота, потому что внутри тоже темнота. Но очертания, то есть вот на нашем экране, очертания того, что под землёй всё ещё сохраняется, но без подсветки этого луча. и знакомый делает снова манипуляции с экраном, при котором фокус в съёмке оказывается на выходе из этой лунки, я её так назову, из этой дыры, на поверхности холма, рядом с которой лежит этот браслет-кольцо. И тогда знакомый просто приближается к холму, становится рядышком с ним, но не садится, а располагается рядом с землёй и предлагает мне выйти из машины и просто подобрать этот браслет-кольцо и принести в машину. Сейчас я предлагаю завершить и продолжить в следующем выпуске. Субтитры